Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои пустые баночки за апрель и немножко рассказать свое мнение про каждое средство. Закончился у меня зубной порошок в готовом виде от Фитокосметик. Это у нас безопасное отбеливание на камчатской черной глине. Профессиональное отбеливание за 3 минуты. Экспресс отбеливание. Такая информация. Я использовала только утром, вечером зубы чистила с другой пастой. И хочу сказать, что мне зубной порошок понравился. Давайте покажу, как он выглядел. Такого цвета. Единственное, под конец я уже остаточки выдавливала. И, как вы видите, повредилась сама упаковка. Хорошо очищал зубы. Давал какую-то свежесть. Немножко отбеливал. Но я потом пила кофе. И, соответственно, уже ни про какое отбеливание речи быть не могло. И, в целом, я этим средством осталась довольна. Стоимость бюджетная. И при этом хорошо справлялся со своей задачей. У мужа закончился очередной шампунь-уход «Сила угля» от Невея. Обычно муж, когда у него что-то заканчивается, упаковки сразу выкидывает. Но тут вот буквально у него вчера закончилось средство и еще не успел выкинуть. Поэтому вам показываю. Часто муж приобретает такой шампунь, доволен им полностью. Здесь 250 мл объем. Сейчас у него, правда, по-моему, шампунь от Акс стоит. Но вот именно такой шампунь муж уже берет далеко не первый раз. И, значит, действительно ему средство нравится. Закончился дезодорант от ДАВ. Давайте покажу поближе. Вы знаете, со своей задачей справлялся. В целом мне дезодорант понравился. Единственное, вот мне не понравилось, что вот здесь как упаковка немножко пачкалась. Но мне в целом подходят все дезодоранты. Поэтому ничего про него плохого сказать не могу. Дальше покажу тоник для лица. Приобретала в фикс прайсе. По какой-то бюджетной стоимости. По-моему, 55 рублей стоил. Так, с экстрактом малины и коллагеном. Регенерирующий. Неплохой тоник. По крайней мере, со своей задачей справлялся. Кожу очищал. Здесь 350 мл. Пользовалась я им долго. Достаточно такой экономичный расход. В целом неплохая рабочая лошадка, скажем так. Закончилось жидкое мыло от чистой линии. Мягкое мыло ароматерапия. Здесь у нас черная смородина. Вы знаете, действительно, вот прям аромат смородины или листьев смородины. Аромат очень прям хорошо передали. Мыло так же хорошо справлялось со своей задачей. Единственное, мне показалось, что у него немножко такой неэкономичный расход. Как-то оно у нас прям очень быстро закончилось. Ну, может, потому что семья большая. Но мне кажется, вот что не все мыло у нас вот так как-то быстро расходуется. Вот кому нравится аромат смородины, я советую попробовать. Тем более, от чистой линии средства вполне себе по цене приемлемые. Здесь 250 мл было. И я им осталась очень даже довольна. Закончился у детей детский шампунь от Avon Hello Kitty. Видите, обычно я не показываю, что у детей заканчивается. Но этот шампунь нам дарила Светочка. И хочу Свете передать отдельное спасибо. Хороший шампунь. Дети с удовольствием пользовались. И младшая дочка просила именно этим шампунем ей мыть голову. Потому что ей аромат понравился. И то, что здесь кошка нарисована. И хочу сказать, что волосы от него не путались. Это я постарше сужу. Мыла она волосы. И, знаете, они у нее хорошо расчесывались. Приятный аромат. Хорошая текстура. Шампунем остались довольны. Закончился у меня скраб от марки Формона. Тути-фрути. Здесь у нас 100 мл. Хватает не очень надолго. Мне скраб понравился. Очень у него был приятный аромат. Здесь у нас, по-моему, груша и что-то еще. Давайте посмотрим. Груша и клюква. Хорошо скрабировал кожу. Как я уже сказала, приятный аромат. Текстура такая немножко как полужидкая, с такими не совсем мелкими крупинками. Я осталась довольна. И мне понравился объем. Использовали, получили удовольствие и приобрели или такой же, или новый. Потому что бывает, что средства во флаконах с большим объемом, даже если они нравятся, бывает, со временем надоедают. Вот я сейчас больше предпочитаю средства в каких-то таких небольших флакончиках. Закончилось еще жидкое мыло от бархатных ручек. Интенсивное питание. Это было у нас такое крем-мыло. Понравилось. Также отлично справлялась со своей задачей. При этом кожу рук у меня, по крайней мере, не сушила. Аромат такой был ненавязчивый. И вот, вы знаете, в отличие от мыла чистой линии, мне показалось, что это мыло нам дольше служило. Что оно было более экономично. Я не по порядку показываю. Просто достаю, что мне под руку попадется. Закончился гель для душа Dolce Milk. Так, он у нас с ароматом молока и апельсиновых долек в шоколаде. Хороший гель, приятная текстура, приятный аромат. Здесь небольшой объем был, 100 мл. Поэтому как-то он у нас быстро израсходовался. Но у меня, знаете, сейчас еще вот такими, скажем так, уже взрослыми гелями и старшая дочка пользуется. То есть она уже не всегда хочет какими-то средствами для детей пользоваться. Поэтому тоже берет гели, какие ей нравятся и использует. И закончился у меня гель от Ифраши. Здесь было всего 50 мл. Это у нас аромат кокоса был. Я, к сожалению, здесь уже не вижу, что написано. Тоже приятная такая кремовая текстура, приятный аромат кокоса. Пользовалась с удовольствием. Единственное, что 50 мл хватило, конечно же, ненадолго. Закончился освежающий крем для ног от Organic Kitchen. Вы знаете, у меня ноги не проблемные. Крем мне понравился. Действительно, когда наносила на ноги, вот первое впечатление, такой приятный холодок. Действительно, крем освежающий. Мне показалось, что чуть-чуть он кожу питал и увлажнял. То есть ничего прям глобального не делал. Здесь 100 мл. Мне кажется, я им не прям мало пользовалась. Баночки, я думаю, все эти знают. Такая легкая, приятная текстура. И знаете, чем он мне понравился? Тем, что он достаточно быстро впитывался. Не оставлял никакой липкости на коже, никакой пленочки. То есть такой мне показался очень комфортный крем. Дальше покажу маску. Маска от Evelyn. Разрезала упаковку, потому что, ну, видела на свет, что еще что-то остается. Действительно, когда разрезала, оказалось, что очень много средства на стеночках. Очищающая маска пленка для лица со спирулиной. Идеально очищает, сужает поры, устраняет жирный блеск. Объем здесь был 50 мл. Вы знаете, с поры она мне нет. Вырубилась у меня телефон, продолжаю рассказывать. Мне маска поры не сужала. Мне показалось, что, как бы, вот поверхностно кожу маска очищает. И на утро кожа такая, на ощупь более мягкая, более бархатистая, наверное, была. И повторно, наверное, не буду брать, потому что, вы знаете, у меня как-то то эта маска хорошо прям вот пленочкой с лица снималась. А то, бывало, какими-то снималась маленькими кусочками, и вот даже, ну, трудно было ее полностью снять. Если вам маски-пленки нравятся, то вполне себе можно попробовать. Приятный аромат у маски был. И не такой прям большой объем. То есть, не думаю, что она там годами будет лежать. Так, дальше закончился у меня крем для рук от Essence из лимитированной серии. У этого крема очень был прям приятный аромат, такой цитрусовый. Очень прям мне нравился. Крем быстро впитывался. Мне показалось, что немножко увлажнял кожу. 50 мл здесь была. Единственная упаковка не очень удобная тем, что под конец, вот прям с трудом, вроде не прям жесткая упаковка, но с трудом я выдавливала. И остаточки очень прям вот чуть ли не вот так приходилось делать, чтобы эти остаточки как-то оттуда извлечь. Но крем очень такой приятный оказался. И закончился у меня бальзам для рук от Новосвет. Вы знаете, с одной стороны, бальзам неплохой. Мне показалось, что он кожу рук как немного питает, увлажняет. Но ничего прям такого особенного с моей кожей он не делал. Почему-то вот повторно у меня не появилось желания еще раз его приобрести. Такая здесь информация. То есть попользовалась и повторно приобретать, пока желание не возникло. 100 мл. Мне кажется, я им как-то долго пользовалась. Но я его периодически отставляла. Впитывался он у меня в кожу быстро. Никакой липкости ничего не оставлял. Ну и ничего прям такого от него какого-то действия я тоже не заметила. Закончился у меня крем для тела от Avon Today. Мне Олечка присылала. Здесь 150 мл. Очень я им долго пользовалась. Дело в том, что я крема для тела, как правило, не на все тело наношу. А в основном на ноги. Ну как бы от пятки до колена. Потому что у меня вот именно на этом участке кожа как вот немножко сухая. И на руки вот наношу. То есть вот от кисти до локтя. На тело крайне редко наношу. У меня кожа не испытывает прям такую потребность в креме. Поэтому у меня крем очень как-то медленно расходовался. Но хочу сказать, что он очень приятный. Вы знаете, чем он мне понравился? Во-первых, он у меня быстро впитывался. Опять-таки никакой липкости. Никакой пленочки на коже не оставлял. И мне у этого крема нравился аромат. Единственное, если я пользовалась этим кремом, я уже никакой парфюм не использовала. Потому что от кожи прям чувствовался именно аромат этого крема. То есть не хотелось мне никакого смешения ароматов. Поэтому если пользовалась этим кремом, то уже никакие парфюмы, ничего не наносила. И если вам нравится аромат туда, то вполне себе я могу порекомендовать этот крем. Ну, как я уже сказала, у меня тело особо не испытывает потребности в кремах. Поэтому я не могу сказать, вот, например, подойдет он для совсем сухой кожи или нет. Закончился сахарный скраб от L'Oreal, придающий сияние. Вы знаете, я как-то от него осталась не в восторге. По крайней мере, желания еще раз подобный приобрести у меня нет. Я не стала специально мыть баночку, чтобы вам показать, как он выглядел вот такого цвета. То есть наносила на кожу, потом немножко добавляла водички. С одной стороны он, как мне показалось, кожу не травмировал. То есть я для лица обычно скрабы не использую, использую скатки какие-нибудь. Он у меня как-то тяжело смывался. Мне даже казалось, что на коже какая-то липкость присутствует. Хотелось вот прям, знаете, хорошо-хорошо лицо отмыть. И если честно, я от него особо вот никакого ни сияния, ни очищения, ничего не заметила. Может на утро кожа, опять-таки, более такой мягкой, бархатистой вот на ощупь была. Но вот какого-то прям действия я от этого скраба не ощутила. Телефон почему-то вырубается. И повторно у меня не возникло желания ни такой же приобрести, ни что-то еще из этой серии попробовать. Поэтому посоветовать не могу. Если вам нравятся подобные средства, тогда, конечно, я для себя никакой пользы от этого скраба не заметила. Закончилось, вернее оно не закончилось, оно у нас еще в мыльнице лежит. Мыло от Феберлик, лаванда и иммортель. Вы знаете, вот почему-то мне аромату мыла не понравился. Не то, что противный, нет, обычный аромат. Но как-то я поняла, что я люблю более приятный аромат. Само мыло хорошее, то есть справляется со своей задачей. Приятного такого нежно-лавандового цвета. Ну вот, аромат как-то мне не очень понравился. То есть второй раз я бы такое мыло не хотела использовать. Хотя само мыло Феберлик мне нравится. Маску такую использовала. Ну, вы знаете, у меня от подобных масок очень такой кратковременный эффект. То есть вот я ее с утра сделала. В течение дня вид у меня такой у кожи был, наверное, более такой посвежевший. Это у нас очищающая маска для лица, мятая, зеленая, яблоко. Ну вот, знаете, какого-то прям очищения я не заметила. Мне показалось, что у меня такой более посвежевший вид после ее использования был. И это было в тот день, когда я ее делала. То есть вот такой очень уж кратковременный эффект. Поэтому, наверное, я вот за полную стоимость подобной маски не приобретаю. Потому что именно на себе я эффекта не вижу. Ну вот, за такую стоимость было интересно попробовать. Так, и уходовое средство осталось мне вам показать. Жидкое мыло. Оно еще не закончилось. Ну, чтобы мне баночку потом целый месяц не хранить. Это мыло от Эйвен. Светочка дарила. Давайте покажу. С ароматом яблоко и черешни. Зимняя сказка. Приятный аромат. Такой красивый цвет. Вы не поверите, у меня даже младшая дочка, которая, ну, чаще вот твердым мылом пользуется в ванной, просит ручки ей мыть именно этим мылом. Говорит, мама, у него вкусный аромат. Плюс, я так поняла, ей очень вот этот цвет нравится, такой яркий. С удовольствием мы им пользуемся. И, конечно, здесь очень так красиво оформлен флакончик. Красиво смотрится в ванной. Приятно пользоваться. И я его сейчас отставлю в сторону, потому что, конечно же, мы его доиспользуем. Просто решила, ну, чтобы мне потом месяц целый баночку не держать, потому что здесь, ну, нам буквально на пару дней его еще хватит. 250 миллилитров здесь. И за него хочу сказать отдельное спасибо Свете. И теперь давайте перейдем уже к декоративной косметике. Ну, сначала покажу, закончился у меня аромат. Так, это у нас идет Love Like. Приобретала в свое время в Литуаль. Это такой сладкий аромат. И вы знаете, когда я с ним ходила, мне даже несколько раз говорили, ой, какой у вас приятный, вкусный аромат. Пользовалась с удовольствием. И вот он у меня закончился. Ну, единственное, он нестойкий. То есть, ну, наверное, около двух часов я его так еще как-то чувствовала, а потом уже заново обновляла его. И такого он был как красного цвета. Я вот удивилась, когда вот несколько человек в разное время мне говорили, ой, какой приятный аромат у вас. То есть, замечали. Так, дальше я буду, вот у меня как все сложено, не по порядку показывать. Закончился тональный крем от Max Factor. Что я про него хочу сказать. Во-первых, под конец им было неудобно пользоваться. То есть, я вот так его откручивала. И с помощью кисточки вот там как-то остаточки выгребала. Сам тональный крем неплохой. Подтенку он мне идеально подходил. Единственное, у меня он целый день не держался. То есть, полдня и потом как-то вот потихонечку, ну, как мне казалось, исчезал с кожи. И вы знаете, использовала его только на базу. Потому что без базы он у меня подчеркивал, ну, не то что подчеркивал, проваливался немного в поры. То есть, как бы делал их более заметными. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Так, текстура легкая. На лице маской не смотрелся. При этом какие-то мелкие недостатки прятал на какое-то время. В целом, осталось довольно. Но вот то, что проваливался немного в поры, это мне не понравилось. Поэтому, скорее всего, повторять бы не стало. Тушь от L'Oreal. Какое-то время она хорошо работала. То есть, какой-то не очень длительный период. Действительно, ресницы с ней выглядели более длинными. Тут такой черный оттенок. То есть, они выглядели более выразительными. Но то ли мне не повезло. Во-первых, она у меня в основном все время открывалась прям вместе с ограничителем. И, во-вторых, именно для себя я в очередной раз поняла, что мне не обязательно брать более дорогие туши. Потому что на моих ресницах работают неплохо практически все туши. То есть, пока тушь новая. Что за 100 рублей тушь. Что вот как это за 600 рублей дает на моих ресницах одинаковый эффект. Ну, крайне редко, когда мне может тушь не подойти. Прям крайне редко. Щеточка для меня была удобная. Но, вы знаете, вот механизм этот, вот что-то здесь так щеточка сгибается, я не использовала. Мне вот было удобно просто красить. И она мне не прям сразу понравилась. То есть, начала нравиться, когда она немножко раскрасилась. И, мне кажется, не прям долго она мне вот служила, ну, когда был период, когда мне с ней ресницы нравились. То есть, я бы ее повторять не стала. Пудра от Флормар у меня была в номере 90. Пудра неплохая, но если с ней немножко переборщить, то на лице она была заметна. И почему-то вот у меня не возникло желание еще раз ее приобрести. То есть, попользовалась и больше не стала бы приобретать. Хотя, по оттенку она мне хорошо подходила. Кожу, но какое-то время мотировала, макияж фиксировала. Но, вот как-то особой симпатии я к ней не прониклась. Так, не показала вам. Ну, обычная пудра, зеркало и пудра здесь. У меня камера все время вырубается. Но я все-таки надеюсь быстренько вам показать. Закончился лак для ногтей от Essence. Мне кажется, я им года три пользовалась. И, наконец-таки, он у меня закончился. Практически бесцветный лак. Такой чуть красноватый отлив давал с блесточками. На ногтях практически был незаметен. В целом, хороший лак. Но сейчас уже у Essence таких нет. И закончился еще один лак. Мне его Олечка присылала. Хороший лак. Ну, у меня все лаки, я вам уже говорила, больше суток не держатся. Мне здесь нравился оттенок. Насколько возможно полностью я его использовала. Под конец даже переворачивала, чтобы остаточки вот так немножко стекли. И я на кисточку набрала. Здесь небольшой объем. Вы знаете, мне показалось, как-то он у меня быстро израсходовался. Я, правда, часто его использовала. Но так, если посмотреть, 6 мл. Вроде немало. Но он у меня как-то, да, так живенько пошел. Номер 68. С удовольствием пользовалась. Помада от Мария Кап. Приобретала в фикс прайсе. Где-то, ну, года два, мне кажется, я ей пользовалась. Красивый оттенок был. Помада комфортная. Хорошо себя вела на губах. Пользовалась с удовольствием. Лаковый блеск для губ от Эстрады. Присылала мне Олечка. В номере 101. Так, это лаковый блеск Мишель. Здесь небольшой объем. Как вы видите, меньше 3 мл. Очень красивый, на мой взгляд, оттенок. Мне кажется, вот подойдет под любой макияж. Удобный для меня. Очень комфортный. Если бы у меня не было так много блесков, я думаю, я бы повторила. Олечке большое спасибо. Вот как вы видите, прям, насколько смогла я его весь выскребла оттуда. Единственное, у меня на губах он недолго держался. Ну, у меня есть возможность как бы обновлять макияж губ. Ну, не прям надолго его хватило. Я им осталась довольна и могу вам порекомендовать его. Закончился карандаш для глаз от Эйвен. Его мне Леночка дарила. В таком вот оттенке. Галактик Грин. Я его реанимировала. И после этого вот уже он у меня полностью закончился. Красивый оттенок был. Хорошо наносился даже на тени. Мне понравилось. Не знаю, есть сейчас такие или нет. Закончилась база под тени от Эссенс. Мне она понравилась. У меня на ней тени отлично целый день держались. База достаточно такая экономичная. Мне кажется, я ей очень долго пользовалась. Единственное, она чуть такой вот, ну, желтоватый оттенок придавала. Поэтому, может, ну, не всем бы понравилась. Ну, так как я потом ее фиксировала светлым оттенком теней, то мне как-то не важно было, что она как вот немножко в желтый оттенок уходила. Как база она мне очень понравилась. Закончился бальзам для губ от Эфраше, ваниль. Вы знаете, очень приятный аромат. Я его тут вот весь даже выскребла. Но как бальзам он мне показался средненьким. То есть он, ну, на какое-то время губы увлажнял. На него отлично ложились какие-то помады или блески. Ну, вот, мне кажется, что с какой-то, более, может, какой-то проблемой, если вот совсем губы пересушены или потрескались, мне кажется, он бы не справился. Приятный аромат. И он мне показался очень экономичным. Я им как-то тоже очень прям долго пользовалась. И, наконец-таки, доиспользовала. Ну, то есть у него такая твердая текстура. Вот есть бальзамы с тающей текстурой, которые очень быстро заканчиваются. Этот нет. Этот прям очень долго был у меня в использовании. Также от Ифраши еще закончился крем для рук. Очень у него был приятный аромат такой кокоса. Крем сам небольшой. Быстро он у меня закончился. На какое-то время руки питал, увлажнял, вернее, кожу рук. Но, опять-таки, ничего прям такого глобального не делал. Ну, вот из-за аромата было очень приятно им пользоваться. Закончилась маска от Пропеллер. Такая малютка. Приобретала в Улыбке Радуги. Как-то эти маски бюджетно стоят. Это салициловая маска от Прыщей. Такая информация. Знаете, во-первых, что меня поразило, что у нее очень приятный аромат. Также текстура мне показалась нежной. Маска мне понравилась. Я думаю, я в дальнейшем буду покупать. Я не могу сказать, что она, знаете, как-то вот прям, как здесь вот написано, снимает жирный блеск, предотвращает угревую сыпь. Мне показалось, что маска, вот, опять-таки, поверхностно очищает кожу. Кожа потом более такая нежная, гладкая, приятная. И, как я уже сказала, приятный аромат. В этой маске было прям приятно находиться. Объем здесь небольшой, 40 мл. И я рекомендую просто даже попробовать. Как я уже говорила, стоит она бюджетно. У меня от нее никакого раздражения, ни чувства стянутости, ничего не было. Так, и что мне вам осталось показать? Закончился у меня гель для фиксации бровей от Art Visage. Как вы видите, я его весь прям, насколько смогла, выскребла. На самом деле, я тут остатки доставала уже с помощью другой кисточки. Хороший гель, отлично фиксировал брови. Единственное, что, конечно, ну, такой неэстетичный вид. Гель прозрачный, все вот это пачкалось. А так, очень даже хороший гель по бюджетной цене. И закончился у меня карандаш для глаз от Essence. Смотрите, какой кусочек. Но вы знаете, не столько он у меня как бы пошел в дело. Он в номере 05. Вы видите название оттенка. Он был очень мягкий и почему-то плохо точился. То есть, когда я его точила, периодически как-то вот грифель как в кашицу превращался. И приходилось еще точить. То есть, не столько я его, наверное, использовала, сколько больше я его сточила. Очень был красивый оттенок. Хорошо наносился на тени. Целый день держался. Но очень уж он, у него быстрый расход был. Из-за того, что такой мягкий грифель, как-то он прям стачивался. Так, и вроде бы я вам все показала, что приготовила. Это все пустые баночки. Надеюсь, вы не заскучали. Какая-то информация, надеюсь, вам показалась интересной и полезной. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч, до новых видео.